Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Начнем выпуск с темы, которая вот уже больше месяца остается в топе основных в стране. Речь идет о сокращении влияния экономических санкций. Так, на неделе на эту проблему вновь обратил внимание премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он определил пять краткосрочных приоритетов для развития России. Первый – гарантировать стабильную работу предприятия. Власти обещают поддержать все виды бизнеса, включая крупный. Для этого уже запустили программы льготного кредитования. Также поддержат тех, кто уязвим. Увеличат соцвыплаты и пенсии, поднимут минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума. Для семей, в которых тяжелое материальное положение, поднимут денежное пособие. Это второй приоритет. Третий – не допустить роста цен и пустых полок. Задача – максимально расширить предложение. Четвертое – продолжить импортозамещение. Это вопрос экономического суверенитета для России. По словам Мишустина, сегодня страна полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом на 80% – картофелем и другими овощами, а также молоком. Отметим, импортозамещение намечается и в тяжелой промышленности. Так, новейший самолет МС-21 через 2-3 года планирует начать производить только из отечественных комплектующих. Меры поддержки производителей предпринимают и на уровне Алтайского края. Так, в правительстве региона для алтайских промышленников планируют выделить около 200 миллионов рублей. На эту сумму власти хотят компенсировать производственникам 2 трети от ключевой ставки по кредитам. О такой мере поддержки губернатор заявил во время визита на завод «Станкостальконструкция». Предприятие приступило к производству многогранных опор освещения, которые в крае больше нигде не делают. Единственное в крае производство многогранных металлических опор освещения появилось в Барнауле. В отличие от железобетонных, эти опоры легче, их проще перевозить и устанавливать, а их несущая способность выше. Конструкции используют при освещении поселков, дорог, мостов. К концу года на заводе планируют выйти на объем производства в 4000 опор. Мы планируем, что наш заказчик будет от Урала до Дальнего Востока, вот это вот будет наша ниша, потому что все остальные производители находятся все западные. В новое производство собственник инвестировал 88 миллионов рублей. Цех создавали два года и сейчас он очень кстати. В рамках импортозамещения на наш продукт может сразу же вырасти спрос. В России выстраивают новую логистику, выбирая отечественного производителя. Последним нужно увеличивать объемы и в целом держаться на плаву. В ближайшее время власти края планируют выделить 200 миллионов рублей на компенсацию производственникам части ключевой ставки при получении кредита. Компенсируем таким образом нашим предприятиям две трети от ключевой ставки, которая на данный момент существует. Сегодня ключевая ставка 20%, это значит 13,3%. Мы нашим предприятиям промышленности, естественно, которые не попали ни в одну уже меру поддержки, ни в другую, мы поможем. А еще власти подали в федеральный центр список из 32 алтайских предприятий для включения их в реестр системообразующих. Это позволит им брать льготные краткосрочные кредиты. Семь заявок уже одобрены. Добавим, что алтайские компании уже переформатируют свою работу, занимая свободные ниши. Пока известно, что процесс импортозамещения начался на новоалтайском производстве постельного белья и бийском химпредприятии. Но вместе с тем, многие производственники по-прежнему остро нуждаются в импортных комплектующих. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский. День с толком. Тему «Красные линии для роста цен» на Алтае продолжил заместитель генерального прокурора России. На днях он посетил наш регион. В частности, Дмитрий Демешин провел межведомственное совещание в Бийске. Туда он приехал вместе с другими представителями Генпрокуратуры России, прокурорами и уполномоченными по защите прав предпринимателей сибирских регионов, а также губернатором края Виктором Томенко. Демешин подчеркнул, в условиях санкций необходимо не допустить снижения темпов развития отечественной экономики, в том числе территорий особых экономических зон, таких как Бирюзовая Катунь. Права резидентов, то есть инвесторов, должны строго соблюдаться, меры поддержки оказываться. Демешин указал также, что рост цен в Сибири не должен быть эмоциональным и стремительным. Он поручил местным прокурорам контролировать стоимость продукции. Известно, что в ходе поездки прокурор провел проверку в одной из крупных торговых сетей Наукограда, где ощутимо выросли цены на сахар. Он подчеркнул также, что наш регион имеет особое значение для страны в вопросе обеспечения продовольственной безопасности. Мы с вами видим, насколько эффективно сельское хозяйство и сейчас те же самые излишки зерна, которые имеются в Алтайском крае, они будут поставляться в том числе и в другие регионы. Это же хорошо. А между тем, проблемы сельхозпроизводителей, которых у них достаточно, на неделе обсудили в правительстве региона. Какие задачи поставили друг другу власть и агросектор в следующем материале. Проблем быть не должно. Об этом представители агросектора докладывают губернатору накануне посевной. Этот сезон фермеры настраиваются пройти плавно. Судя по отчетам, для этого есть все. Семена отечественной селекции 90%, а если импортные, то это гибриды, произведенные у нас. Что делать? Посверкли, условно говоря. Что-то с кукурузой. Сибагроцентр в настоящее время имеет порядка 200 тонн гибридов кукурузы, 240 тонн гибридов подсолнечника. Прорабатываем вопрос, чтобы расширить номенклатуру, расширить посевы именно семян, для того, чтобы мы могли использовать уже в 2023-2024 году, создавать дополнительный фонд наших отечественных сортов. Которые, по замечанию чиновников, не уступают импортным по качеству. Минеральные удобрения закуплены, технику аграрии успели обновить, следует из выступлений. Что касается запчастей, поставщики гарантируют фермерам их наличие. Они все отечественные компании, да? Ну, в том числе и импортные, подтверждают, на те, которые часто выходят из строя, они аварийный запас. Все равно это комплектование. Аграрии озвучили властям и наболевшие, к примеру, Лейкос КРС. Фермеры заговорили о финансировании этого вопроса. Сейчас на весь край выделяют 120 миллионов рублей на компенсации. Но вот пример из Суецкого района. Оздоровление стада съело почти половину бюджета региона. Мы потратили, получается, 59 миллионов рублей. Что-то вот. При перераспределении дополнительных доходов, что мы сделали, Минфинкомитет тоже обратился, что, значит, надо нам добавлять на финансирование на Альбий ГОСТ. Фермеры просят обратить внимание и на аукционы на аренду земли. Участвуют в них все желающие, но по час выигрывают те, у кого есть деньги. Потому что при средней в крае стоимости аренды гектаров 500 рублей, в Ребрихе недавно фигурировала цена в разы больше. 11 600 рублей. Это же абсурд. Те, кто сегодня работает на земле, они могут завтра остаться с техникой, со складами, с основными средствами, но без земли. А представители перерабатывающего сектора просили Виктора Томенко обратить внимание на отсрочку платежей торговым сетям. Если региональная мариара уже пошла навстречу, то пятерочка и магнит на уступки не идут. Возможно, отсрочки понадобятся и перед налоговиками. По прогнозам участников рынка, в апреле-майе может начаться дефицит средств. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Переработчики взяли слово перед губернатором в конце совещания. Если с техническим перевооружением и запасом запчастей все нормально, то вот с сырьем уже назревают сложности и импортным, и отечественным. Если говорить про сырьевые материалы, то есть у нас по некоторым видам до 70% то есть это ингредиенты с европы. И на сегодня мы когда начали смотреть внутренний рынок, начали смотреть Китай, Турцию, в принципе, заменителей, то, что бы на 100% заменилось с точки зрения качества, мы пока не нашли. Проблемы прогнозируют и зарубежной электроникой. Достаточно сложностей и на местном уровне, например, с торговыми сетями. По словам Смагина, предприятие ушло на ручное управление в плане расходования каждого рубля. Мы уже вынуждены там оттягивать где-то оплаты, то есть заходим, разговариваем с налоговой инспекцией, чтобы какие-то срочки сделать. Ну вот реально сейчас апрель, май, я думаю, июль, мы столкнемся все с огромным дефицитом оборотных средств. Ну про маркировку, то есть, Игорь Дагуриевич тоже хотелось бы, чтобы ваша позиция была, еще раз могу сказать, это бремя на сегодня для предприятия, это бремя для покупателя. То есть в итоге мы имеем высокопроизводительные линии, плесноводие в частности, да, маркировка воды принято. Вот, идет снижение производительности линий, выработки снижения, то есть это в конце концов тоже ложится на заплаты. При большом спросе на нашу продукцию, соответственно, на нашим насырьем, отсутствует реальное предложение зерна. При этом зерно приходится покупать по предоплате, муку отдавать с последующей, это, о чем я говорил, выше сетевого ритейла, и, соответственно, хлебопек. Возникает кассовый разрыв, мы все знаем, домические кредиты дорогие, а льготных кредитов, ну, к сожалению, с повышенными ценами бывает недостаточно. И не совсем понятно для нас, в будущем будет ли поддержка по транспортировке на эти, будут ли выделены деньги, либо нет. Потому что без этой льготы, когда просчитываешь контрагентом, ну, в частности, в Китае, стоимость муки, без этой льготы мы уже не проходим в связи с снижением курса рубля. Ну, курса бывает. И еще один материал об агросекторе, точнее, подсолнечнике. Как выясняется, большая часть семян этой сельхозкультуры – завозная. В этом году семена подсолнечника подорожали почти в два раза. Но в край запасов на эту посевную хватит, уверяют ответственные. А вот что аграриям делать в следующем году? Ответ далее. Сейчас семена есть, но что будет в следующем году? Фермеры прямо говорят о проблемах с подсолнечником. Важна культура и для Алтая, и для экономики страны. Наш край – лидер по производству маслосемян в Сибири. Большинство хозяйств использует импортные семена подсолнечника – гибриды. В отличие от многих сортов, на второй год их не посеешь. А в условиях санкции гибриды не купить. Самое очевидное решение проблемы – нагружать отечественных селекционеров. На днях председатель правительства страны Михаил Мишустин доложил о задаче президента. Через 8 лет 75% семян должны быть российскими. Уже создано 32 селекционно-семеноводческих и 3 селекционно-племенных центра. По указанию президента в этом году мы выделим на них дополнительно не менее 5 миллиардов рублей. И мы рассчитываем, что это поможет закрыть потребности наших аграрий. Вообще гибридизация – это навсегда длительный процесс. Плюс к этому нужно оборудование по очистке, нужны люди специально обученные. Поэтому этот процесс довольно серьезный. По словам Балакова, в отличие от семян, гибриды дают больше урожая. Хотя некоторые фермеры и упоминают о такой альтернативе, как российские сорта, например, Кулундинский первый. И тем не менее на создание отечественных семян может уйти не один год, а санкции наши настоящие. Как и запрет на экспорт подсолнечника до сентября. Так власти хотят обеспечить внутренний рынок сырьем, который могли бы вывести на фоне взлета цен на масличные культуры и подсолнечное масло. На сегодняшний день экспорт в Евразийский союз разрешен. Поэтому большинство крестьян не отправляло на экспорт свои семена. Отправляли зернотрейдеры и все прочее. Как они на сегодняшний день будут организовать работу с Евразийским союзом, я думаю, что от этого будет зависеть много. Кстати, в переизбытке подсолнечника на рынке эксперты сомневаются. Говорят, это востребованная культура и спрос на нее не падает никогда. А вот что может упасть, так это стоимость подсолнечного масла. Но опять же, если стабилизируются цены на внутреннем рынке. Когда это произойдет и случится ли наверняка, прогнозировать никто не берется. Анастасия Драган, День с толком. К другим темам. На этой неделе в Край началась первая волнопаводка. Местами вода заливала низменности, дороги по нескольким даже перекрывали движения. А в Камни-Наоби вода зашла в жилые дома. Сейчас она везде отступила. Но на следующей неделе на Алтае вновь прогнозируют резкое потепление. Хронология событий этих семи дней и прогнозы по половодию на ближайшую перспективу в следующем материале. Вода уже вплотную к домам. В Камни-Наоби жители одной из улиц сами лопатами роют водоотводы. Только вот где сапоги стоят, вот этот квадратик, он чуть повыше, он остался сухой. Остальное все в круговую вокруг дома было затоплено. Андрей купил здесь дом 4 года назад и каждую весну не снимает резиновых сапог. Жители просят местные власти установить дополнительные трубы, чтобы воде было куда уходить. Но обращения ни к чему не приводят. Вода сошла, потому что это всегда вода. Большая вода идет 2-3 дня. Вот эти дни прошли, все, все забыли. Отписки. Просто отписки были, а потом мы просто даже перестали обращаться. Планируется отвезти в поле, попробовать отвезти в поле, произвести геодезическую съемку с нивелиром, чтобы у нас люди прошли. И попробуем минимизировать вообще поступление воды с поля. Не именно внутри уже города, а до города. В Камни-Наоби подтоплено несколько десятков приусадебных участков. В Третьяковском районе тоже непростая ситуация. Подразделения спасательные помогали жителям, когда вода заходила, помогали жителям поднять мебель, помогали с домашними животными, скотиной помогали. Людям предоставили места для временного проживания. Ситуация на контроле МЧС. В Новолтайске талая вода подошла к домам Вележановки. В Бийске плывет местный сквер. Детям, конечно, радостно мерить лужи, но намочить ноги можно и в резиновых сапогах. В районах края специалисты автодора укрепляют дороги, роют траншеи. Ситуация меняется каждый день, поэтому проверяйте открытость трасс перед поездкой. Тут уже дорогу размыло примерно метра на четыре. И асфальт, и щебенка. Дальше шум. Шум, водопад. Наибольший рост воды спасатели отмечают в реках Аллея и Чарыш. Спасатели следят за уровнем с помощью беспилотников. Под особым контролем Краснощоковские и Третьяковские районы. Вырос уровень Аби и в границах Барнаула. Лед, кстати, тронулся. К концу следующей недели в крае прогнозируют резкое потепление до плюс 20. И тогда, прогнозируют специалисты, вода снова может пойти в рост. По данным МЧС, в первую волну паводка в зону подтопления рискуют попасть 83 населенных пункта. С наступлением весны все чаще и громче звучит тема ремонта дорог. Так, в Барнауле на неделе презентовали проект трехуровневой дорожной развязки на Зминогорском тракте, который начнут строить уже в июне. Городские власти провели выездное совещание, на котором наметили план ремонта дорог, пострадавших после ремонта подземных коммуникаций. А вот рубцовские активисты буквально вынудили власти города обратить внимание на дорожные ямы. Подробнее об этом расскажет корреспондент нашей съемочной группы, которая после дорожного аттракциона по Рубцовску вернулась с разбитой подвеской. Это видео облетело все краевые СМИ. Рядовые горожане в Рубцовске при помощи подручных средств приступили к ремонту дорог. Рубцовщане, уставшие чинить свое авто, нашли время, запаслись старыми кирпичами и заделали на центральной площади города 20 ям. Спустя всего день городские власти решили подхватить инициативу добровольцев, распорядились засыпать дыры щебнем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь они никогда хорошими не были. Дорог нету. Щебенкой засыпают глубокие ямы. Это вообще нормально? Нет, это не нормально. Что кирпичом, что щебенкой. Через день вся эта щебенка вылетит. Рубцовские дороги – это едва ли не самая главная боль города и даже края. Как нам рассказала депутат АКЗС Вероника Лапина, в этом году на их ремонт направят 200 миллионов рублей из краевого бюджета. Доля городского – чуть более 5 миллионов. Дополнительные средства выделят на ямочный ремонт. На эти средства планируется отремонтировать улицу Транспорт. Участок дороги на проспекте Ленина от Садового до Калинина. Будут продолжены работы по ремонту улицы Краснознаменской. И будет продолжен второй этап работ по улице Тракторная. В том числе будет доделано кольцо рядом с торговым центром «Радуга». В последние годы деньги на ремонт Рубцовских улиц выделяют регулярно, но улучшение особо незаметно. В этом году, несмотря на выделенное финансирование, дорожный сезон может ожидать неприятный сюрприз. Причина – продолжающееся повышение стоимости материалов в приутвержденных сметах и объемах. Не исключено, что помощь дорожных добровольцев, которым стоит запастись кирпичами, еще пригодится. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Проблема качества дорог в преддверии летнего сезона и в условиях экономических санкций приобретает особую значимость. О рисках отрасли и путях решения задач нам в интервью рассказал эксперт, известный алтайский дорожник, директор ДСУ в Барнауле, действующий парламентарий Краевого ЗАГС Собрания Николай Данилин. Скажите, дорожники уже ощущают давление санкций? Пока не глобально. Больше находимся, наверное, в стадии ожидания. Как они на Панаму смогут ударить. Здесь большая проблема в том, что очень много специализированной техники импортной. Пока к сезону этого года она у нас готова, но в течение сезона, возможно, какие-то поломки, необходимость приобретения запчастей, комплектующих. Что пока вызывает вопросы, сможем ли мы вообще приобрести и по какой цене. Что тоже немаловажно, потому что все это будет влиять на себестоимость. Ну и, конечно, самый большой вопрос – это подготовка сезона 2023 года уже, потому что этот сезон мы пройдем, как бы то ни было, но в зимний период активная техника ремонтируется. И вот как там будет, пока тяжело спрогнозировать. А насколько вообще уязвима, на ваш взгляд, дорожная отрасль к сегодняшним экономическим реалиям? Ну, наверное, конечно, не так уязвима, как некие другие отрасли, к примеру, пассажирских авиаперевозов, где практически весь авиапарк был заграничный. Но есть тоже уязвимости в любом случае, потому что, ну, как я уже заострил внимание, часть техники просто импортная. Часть техники, даже если она российского производства, она с применением импортных комплектующих была. Ну, на эту, скажем, задачу сейчас поставленную Минпромторгом активно наши производители техники пытаются решить, там перейти полностью на российские комплектующие. Надеюсь, это будет успешно реализовано в этом году. Кроме того, даже вроде бы казалось, производство строительных материалов, да, щебней, битума. Ну, вот как мы видим уже заявление там и нефтеперерабатывающих заводов, что возможны некие вопросы по производству нефтепродуктов. Тоже оборудование частично импортное, потому что применяется. И, опять же, если к нашим производителям инертных материалов, у них тоже очень большое количество применений импортной техники. Поэтому больше вот рисковые все вещи – это техника. Это именно ремонт техники, это приобретение новой техники, это комплектующие все расходники. А во всем остальном, ну, все-таки дорожные, дорожные отрасли, да, то есть материалы, они все российского практически производства применяются. Люди здесь работают, поэтому наши, поэтому здесь, скажем, вот эти риски, они минимальны. Вот что касается цен на стройматериала. Вот насколько они с начала года подорожали, что подорожало ощутимее всего, и есть ли такие риски, что подрядчики могут не уложиться в сметы, которые были утверждены еще до начала этого года? Да, материалы частично подорожали, частично нет. Больше всего рост показал металл, мы все видели, да, то есть, что даже на уровне федерального правительства были необходимы принятия мер жесткого реагирования по снижению аппетитов, да, наверное. И производители, и трейдеров металла. Металл сильно подорожал, пока мы не видим подорожания битума, хотя за последние 2-3 года, если оценить, вот в течение марта битум в среднем дорожал от 3 до 5 тысяч рублей за тонну, только за март всегда. То есть, от открытия производства на нефтеперерабатывающих заводах до конца марта он дорожал. В этом году подорожания не было, то есть, вот есть, скажем, и позитивные примеры. Да, что касается остальных материалов, даже там, где поставщик стоимость материала не поднял, подорожала логистика, подорожала стоимость доставки материала. У нас подорожала очень сильно резина, комплектующие на технику, запчасти, соответственно, перевозчики были вынуждены цену поднять. Не глобально там подорожание составило на перевозку пока в пределах 10-15%, но сейчас анонсируют, что вот как раз апрель, время закрытия дорог в территориальных Алтайском крае, все перевозчики находятся в стадии ремонта, и сейчас уже они говорят о том, что вот мы теперь четко пересчитываем уже себестоимость машин с ценами на ремонт, которые вот сейчас они выполняют, и говорят о том, что еще подорожание будет в мае, также примерно на 10 примерно процентов перевозок. Ну а стоимость материала перевозка это практически половина, то есть половина материал, половина перевозка. То есть можем говорить о том, что в мае, видимо, по отношению к прошлому году, в целом материалы вырастут тоже на 10-15%. Ну вот цены, получается, растут и растут. Что делать подрядчикам, если не уложатся в сметы? Есть такие риски? Риски есть. На каких-то объектах они более ярко выражены, на каких-то менее ярко выражены, потому что, опять же, объекты разные. Есть объекты свежие, которые только-только посчитаны, и они более отражают реальный рынок. Есть объекты старые, двух-трехлетней давности. Механизмы для пересчета на федеральном уровне приняты, и они действуют. Это и 46-й федеральный закон, это постановление 13-15, которые распространяются на объекты с четким механизмом, понятным, как пересчитывается, как проходится повторная экспертиза. Пока этим механизмом активно в прошлом году, уже, ну, они были приняты в том числе и как противопандемийные, да, скажем, пользовались наши коллеги-строители. В этом году активно начали дорожники пользоваться. Но пока результатов вот нет, мы пока все в процессе. То есть есть и по федеральным объектам, и по территориальным объектам примеры, где сейчас находимся в стадии пересчета смет вместе с заказчиками. Ну, посмотрим, какой будет результат. Надеемся, что он будет положительным. То есть перерасчет возможен, но пока не факт? Он возможен, но вот механизм есть, но вот реализация этого механизма там все равно, в любом случае, есть определенная процедура бюрократическая, скажем, достаточно обоснованная. Потому что не просто я захотел, и стоимость объекта должна вырасти. Это надо доказать, что она действительно выросла, по каким позициям, и эти позиции почему необходимо пересчитать. Поэтому вот механизмы есть, скажем так. Ну, как реализовываться, будем посмотрим. А если не удастся доказать, возможно ли срывы сроков объектов или перенос? Думаю, нет, потому что здесь, опять же, понимаете, если не удастся доказать, что цена выросла, от того, что ты объект затянешь, ну, ты еще более ухудшишь состояние предприятия, мягко говоря, да. То есть проще быстрее, наоборот, объект сделать и перейти к более маржинальным, более отражающим в реалии рынка объектам, нежели затягивать объект. Чем дольше объект делается, тем он дороже по себестоимости для подрядчиков. На этой неделе в регионе сняли запрет на массовые мероприятия. Решение было принято губернатором на фоне улучшения эпид-обстановки, а также в связи с подготовкой к 9 мая. Но при этом в Край по-прежнему действует масочный режим, хотя в нескольких регионах, например, в Новосибирске, он носит рекомендательный характер. Как нам пояснили в Роспотребнадзоре Алтайского края, показатели заболеваемости в регионе остаются на достаточно высоком уровне. Замедлило снижение показателей. Если в марте снижение составляло 43-47%, то сейчас 24-27% в неделю. В любом случае, принять решение об отмене масок может только Оперштаб региона. Вот только насколько масочный режим сегодня эффективен, если чаще всего мы видим спущенные маски или вообще их отсутствие. Очень надоел. Неудобно. И все же понимают, что вообще никакой защиты от них нет. Надо отменять. А я в Москве был, там не носят давно уже. И тут вообще удивился, почему носят. Каждый магазин в аптеку. Другой раз забуду, бегу снова, чтобы взять. Очень надоело. Я всегда при маске в автобусе с маской и везде с маской. Думаю, что рано отменять. В Китае же опять зараза. Мы же будем на сад ездить, все это в инстинер, мы все время в масках. То есть рано пока отменять. Да, я считаю, что рано. Скандально известные воспитатели детского сада «Хэппи Бэби» остались на свободе. Накануне в Краевом суде решалась судьба подсудимых. В декабре Центральный районный суд вынес воспитателям условные сроки, хотя прокуратура и потерпевшие настаивали на реальных. В итоге Краевой суд оставил приговор первого суда практически без изменений. Тему продолжит Ирина Корчагина. Личности в кадре – педагоги, инженеры человеческих душ. Воспитатели детского сада «Хэппи Бэби» – Посысаева, Нагих, Чигрова, Плотникова и Воротникова. Именно Елена Воротникова и подобрала себе эту команду, которая оказалась на скамье подсудимых за издевательство над детьми. Всего от их рук и ног пострадали 15 воспитанников. В декабре прошлого года суд Центрального района вынес решение. Вместо реальных сроков женщины получили условные. А по одной уголовной статье и вовсе освобождены. В связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Если изначально они были напуганы и частично признавали свою вину, то за эти 4 года они убедились в своей полнейшей безнаказанности. Они не признают вину, они не раскаиваются в содеянном. Они вообще иногда заявляют, что это не мы, и на видео мы не знаем, что это за дети. Сегодня суд апелляционной инстанции оставил приговор практически без изменений. Как заявляют в прокуратуре, Краевой суд наоборот пошел в сторону смягчения. Хотя сегодня на воспитателей могли надеть наручники прямо в зале суда. Основания для этого, уверены, родители были. Например, здесь ребенка толкают коленом в живот. Детей закрывали в темных комнатах, придавливали подушками лицо, били до синяков и кровоподтеков. О необычных стандартах воспитания родители узнали в 2018 году, когда одна из мам пришла в детский сад раньше времени. Сначала в детском саду резко исчезли записи с камер видеонаблюдения. Когда их удалось восстановить, казалось бы, здесь же все ясно. Это дело необычное, где пострадавшие маленькие дети, которые не могли сами себя защищать. Фигуранты дела – это педагогические работники, те люди, которым доверялась эта судьба ребятишек в это время. И говорить о том, что согласиться с приговором, с условным сроком, прокуратура края, конечно, не могла. Родители считают, что условное наказание не перевоспитает воспитателей. И получается, если подсудимые остались на свободе, значит, чего-то особо страшного не произошло. Всего лишь дети понесут с собой во взрослую жизнь психологические и физиологические проблемы. Многие из них до сих пор не могут находиться в закрытом помещении. Один ребенок перестал разговаривать. Также на сегодняшний день проводится проверка по факту раздевания одного ребенка. Его выводили голым к другим детям. Так что не исключено, что будет возбуждено еще одно уголовное дело. Настолько просто шахирует сам факт того, что это очень долго длится, что у меня слов нет. Опять доказывать то, что детей обижали, и когда это очевидно видно на видео. С момента разоблачения воспитателей прошло уже 4 года. И малыши, которые ходили в детский сад «Хэппи Бэби», уже учатся в школе. Но даже спустя 4 года родители пострадавших детей еще находят в себе силы, чтобы бороться за реальные сроки для воспитателей. Далее – касационная инстанция Кемерово. Там сторону обвинения уже будет представлять не краевая, а генеральная прокуратура. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. И в завершении выпуска приятная новость, предвещающая теплую весну. Лед тронулся. И похоже, что в этот уикенд на Аби в районе Барнаула развернется уже полномасштабный ледоход. В четверг вечером в районе Старого моста начались первые подвижки льда. Очевидцы засняли на видео углы бы льда у моста в районе лодочной станции. А до начала новой рабочей недели ледоход должен пойти в полную мощь. Первые льдины вот уже два дня ломаются и движутся по воде. Подчеркнем в Бийске, еще накануне льдины стали двигаться по всему руслу реки. Добавим, в этом году ледоход проходит в среднем на неделю раньше. Обычно весенние явления наблюдают в середине апреля. И на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Я же желаю всем больше позитивных событий и благодарю за то, что вы остаетесь с нами. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok